Всем привет дорогие друзья, с вами Некрос и сегодня вы слушаете историю из вселенной SCP. Речь пойдет об объекте класса Кетер под названием Сердце Тьмы. Номер SCP-058. Оно напоминает бычье сердце с четырьмя ногами, похожими на лапки. Также у объекта есть четыре щупальца, которые могут изменять свою длину. Эти щупальца покрыты очень острыми гребнями. На задней стороне сердца находится жало. Щупальца SCP-058 могут холестать на расстоянии до трех метров, со скоростью достигающей 320 км в час. Объект настроен крайне враждебно и будет использовать любую предоставленную возможность, чтобы нанести повреждения окружающим. SCP-058 показывает высокую травмоустойчивость, так что приближаться к нему следует с осторожностью даже тогда, когда он выглядит явно небоеспособным. Это существо очень подвижно. Оно может молниеносно передвигаться как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям. Сердце перемещается со скоростью приблизительно 90 км в час. Непонятно каким образом, но этот объект может разговаривать человеческим голосом. Его тон и акцент характерны для пожилого британца с небольшой шепелявостью и низким голосом. Существо разговаривает постоянно, независимо от условий. Даже во время атаки голос и темп речи SCP-058 не изменяются. При первом столкновении с SCP-058 объект был очень враждебно настроен. Он напал на сотрудников лаборатории, убил несколько человек и потом напал на город, разрушив 70% городских зданий. Анализ, проведенный впоследствии, определил, что большинство смертей наступило из-за пожара и связанных с ним травм. А пожар, в свою очередь, начался из-за широкого рассеивания жидкости, которую SCP-058 выпрыскивал из своего жала с высокого здания. Также это послужило причиной разрушения большинства зданий. В конце концов, SCP-058 был раздавлен кирпичной кладкой, рухнувшей на него с крыши здания, и обезврежен. После этого его извлекли оттуда и доставили в лабораторию. В течение трех недель объект не двигался. Это объяснялось физическими повреждениями. Однако, тестирование в этот промежуток времени было ограничено, поскольку уровень опасности SCP-058 считается высоким даже тогда, когда он ослаблен. В итоге сердце вырвалось из камеры во время того, как его пытались перевести в зону содержания SCP. Это привело к множеству смертей и ранений. Сердце Тьмы было обезврежено агентом, который переехал его танком. После этого сердце было снова обездвижено и доставлено в исследовательский участок. В связи с особой опасностью объекта, его следует постоянно содержать в изолированной камере. Стены должны быть сделаны из слоя армированной жаропрочной стали толщиной 3 метра. Объект питается мясом примерно раз в три дня. Понятное дело, ни при каких обстоятельствах сердце нельзя выпускать из камеры. Также постоянно должна осуществляться аудиозапись. Ни один из сотрудников не должен слушать SCP-058 более 30 минут за раз. Возможно, голос SCP негативно влияет на человека. За время своего содержания SCP-058 убил 149 сотрудников лаборатории и 14 агентов. И на этом заканчивается история SCP-058. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и рассказывайте о нем друзьям. Большое спасибо за просмотр. С вами был Некрос, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok